Всех приветствую! Вы на канале Время Нокаута, только самые свежие новости из мира ММА. Поставь лайк, если тебе не сложно. В выпуске поговорим о поединке Вячеслава Дацико и Александра Емельяненко. Вчера неожиданно для многих Вячеслав Дацик анонсировал свой поединок против Александра Емельяненко. Хотя у Саши вроде бы как бы уже запланирован бой с рэпером Джиганом. Дацик опубликовал в социальных сетях постер потенциального боя с Емельяненко, который якобы должен состояться в мае 2021 года под эгидой Федерации Бокса. При этом Дацик пообещал избавить своего оппонента от пристрастия к алкоголю. «Закодирую тебя от водки навечно, а рэперы пусть дальше поют», – написал Дацик в инстаграме. После этой новости многочисленные СМИ взяли интервью у Дацико. В беседе с ними Вячеслав рассказал, что бой с Емельяненко возможен в мае, либо сентябре этого года. Со слов Дацико бой должен пройти по правилам бокса. Также Вячеслав заявил, что не считает Емельяненко серьезным оппонентом. А как вы, ребята, считаете, кто выйдет победителем с этого боя? Пишите в комментариях. Также в одном из своих интервью Вячеслав Дацик раскритиковал нынешнюю форму Александра Емельяненко, который многих удивил своим внешним видом, появившись на одном из недавних турниров в лиге ACA. «Впечатление от формы Емельяненко – это алкаш из ларька», – заявил Дацик. «Ему там самое место, бить алкаше у ларька и делить место в очереди за бутылкой. Это его проблема, сможет он или не сможет привести себя в порядок. Если не фуфло, за слова надо отвечать. Да и Саша известный фармацевт, фарма творит чудеса. А Саша может побить только посуду за столом, это единственное, что он может побить». Вот такие громкие высказывания от Вячеслава Дацико. Александр же никак не комментировал эту новость. Бой Дацико и Емельяненко, конечно, может состояться. Но а как же тогда фрикбой с Джиганом? Тем более Дацик назвал май как ориентировочная дата поединка. Вариант есть только после боя с Джиганом. Как раз Александр наберет форму, проведет бой с Джиганом и сможет уже в оптимальной форме подойти к поединку с Вячеславом Дацико. Это как раз должен быть месяц сентябрь. А ваши мышцы по этому поводу пишите в комментариях. «Людей нельзя отнести ни к людям, ни к спортсменам. Это исключение из правил в нашем обществе. И таким исключением на сегодняшний день является Дацик. Он не показывал никогда никаких выдающихся результатов ни в спорте, нигде. Это просто раздевшийся от мороза, который выскочил на улицу, начитался каких-то непонятных книжек и сейчас гуляет на улицах нашего города». Есть такая информация, что... Да, да, да. «Я хочу сказать, что таких людей в спорте нет. Вот почему Дацик, он не среди спортсменов. Когда люди поняли, что это за человек и чего от него ждать, и от него все отвернулись. Как спортсмены, так и все окружение. И сейчас, мне кажется, ему очень тяжело, потому что его... Есть такая информация, что он не чувствует практически боли и при этом обладает огромной физической силой. Это правда? Нет, это неправда. И я попросил ребят-спортсменов, ну, с которыми тренирую в зале, что если он попадется, Дацик, им где-нибудь на улице, вот, пускай он дождется меня, я развенчаю вот это вот... Миф о его непобедимости? Его... А его не...